вот он наш глиттер как бы такой песок блестящие блестки такие мелкие мелкие и беру текстильный клей вот здесь тоже очень важный нюанс у меня два вида клея приготовлено для этого урока чтобы объяснить вам у каждого из этих видов клея есть своя степень густоты от зависимости от степени густоты уже ну и 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот сколько клея было, где гуще нанесла, там соответственно более толстая жирная полоска, где потоньше, там потоньше получается. Значит если мне нужно, если передо мной стоит задача исключительно тоненькую линию, я стремлюсь наносить тоненькую линию, одним словом, что нанесли, то и получится в результате. Ну а вот в принципе два основных способа, которые я хотела вам показать, вот они вот такие. После этого я даю клею хорошо высохнуть, ну хотя бы до утра, с вечера до утра полсуток, половина суток, чтобы прошла. И потом только иду завивать, вот таким вот образом. Два вида клея, именно текстильных, никакой другой. Еще хочу показать способ, который подойдет для обычных женщин, для обычных мам. Блестки будут держаться не так долго. Поскольку здесь текстильный клей, это дольше прослужит изделие, не потеряет свои первоначальные задумки с таким декором. А вот то, что я сейчас покажу для мам, для обычных женщин, у которых нет или не хотят тратиться на текстильный клей, потому что он не дешевый. Допустим, вот есть просто лак для ногтей. Это, я думаю, практически у каждой женщины есть. И наносим опять-таки или тоненькой кисточкой, если этой кистью будет очень толстая полоска. Или при помощи булавки, или при помощи спички, даже чего угодно, потренируйтесь на каком-то отдельном кусочке материала, порисовать линии несколько, и уже выберите, что вы себе хотите, что вы можете себе, исходя из ваших возможностей. Я нарисую просто вот такую обыкновенную полоску. Ничего такого сложного. Окунаю. Опять-таки лучше при помощи какого-то дополнительного приспособления. И даю высохнуть. Редактор субтитров А.Семкин